В начале эфира мы говорили о том, что сегодня много интересных дат, но один праздник мы обошли стороной. Сегодня день признательности туристам. Ну вот за что вообще можно быть признателен туристам? Наверное за то, что они пропагандируют активный отдых, единение с природой и вообще вот интересное времяпрепровождение. Но не все туристы хороши, некоторые есть те, кто уезжает и не убирает за собой мусор, загрязняют окружающую среду. Но наша гостья к таковым не относится. Сегодня у нас в гостях Ксения Пилипенко. Ксения у нас уже не в первый раз, мы прекрасно знаем эту активную леди. И каждый раз, когда Ксения приходит, рассказывает о своих путешествиях, у нас такое чувство легкой белой зависти. Ксения, здравствуй. Привет. Доброе утро, Ксюша. Спасибо, что это утро ты встречаешь вместе с нами и нашими зрителями. Спасибо вам, что приглашаете. Мы знаем, что пару недель назад ты вернулась из поездки. Где была? Правда, мы были несколько недель на Сейшельских островах, изъездили 7 обитаемых островов и были еще в Арабских Эмиратах, в Абудабе. Что-то на богатом сейчас прозвучало. Так, как вот сейчас? Я знаю, что границы многие закрыты, что сейчас вообще такие путешествия сложно реализовать. Как пришла идея и как это было реализовано? Идея пришла мне в декабре еще прошлого года. Я увидела, что проводят разного рода яхтенные регаты. И просто начала искать в сети интернет и нашла капитана. Написала ему, ну, написала многим капитанам. Посмотрела, где мне подошло по цене. Адекватно все сошлось. Выбрала катамаран или яхту. Ты можешь выбрать, на чем ты хочешь идти по воде. Катамаран – это, грубо говоря, судно, которое состоит из двух яхт, чтобы вы понимали. Оно скрепляется, и там гораздо больше места. А яхта же средняя, она тоже может быть, ну, как бы рассчитана на большое количество человек, но в ней не так комфортно, как в катамаране. И я, получается, выбрала катамаран, списалась с капитаном. Мы договорились, составили маршрут, по каким островам и куда мы идем. Он прислал список вещей, которые необходимо взять для того, чтобы там устанавливать паруса, как ходить, солнцезащитный крем там. Ну, все по списку. Я просто все подготовила. Разумеется, заплатила деньги. Ну, и все, и мы отправились. Лететь было действительно долго, но прилетели, и вот прошли такую яхтенную регату. Что интересного произошло в этом путешествии? Из интересного мы купались каждый день, ловили рыбу. И вот в один день, когда мы поймали рыбу, разделали. Ты же все в воду это скидываешь, это разрешено. Вы представьте, крови довольно много, мы ее слили. И давай купаться. И слышим, наш капитан говорит, да давайте власти, сейчас акула подплывет. Короче, я от страха вылезла и вот так стою на, знаете, на лесенке. Вода, ноги в воде, тело, и приплывает акула. Короче, он просто шутил. Девчонки все в воде, Максим в воде. И, короче, акула проплывает. Я вот так поворачиваюсь. И я только потом на видео, когда капитан успел заснять, увидела. Но она метров 8, это огромная китовая акула. Она не ест людей, чтобы вы понимали, с ними плавают. Но от страха мы все повыскакивали. И потом такой адреналин бешеный. Вот одно из таких. И в этот же день у нас еще был насыщенный на события. Мы поймали рыбу, тунца. Кстати, мясо тунца совсем другое, не как в магазинах. Нам не тунца продают? Тунца, просто он, знаешь, тунец. Помните, как у Воланда в «Мастера Маргарите»? Рыба второй свежести. В общем, нам ее второй свежести. Тут мясо настолько темное, как будто вы мясо какого-то дикого животного едите. Максим поймал у нас рыбу. И когда начал с ней бороться, попой задел мангал. Мангал, ну вы представляете, сколько он весит? Он реально тяжелый, падает в воду. Мы на глубине 40 метров. Мангал тонет. Ребята пробуют его спасти втроем, веревками. В общем, он уходит под воду, мы его так и не достали. Этот день у нас был реально самый насыщенный и самый такой трэшовый. Зато запомнится. А вот регата. У меня всегда было восприятие, что регата, она сопряжена с тем, что все там что-то делают. Перекинули паруса налево, поднять паруса, там то-то, то-то. Или у вас был просто такой отдых, как вот на пляже, только на катамаране? А здесь у нас был переход между островами. Самый дальний – это 5 часов. Разумеется, это не такие большие, и это не на скорость. У нас практически не было большого ветра. Мы ставили, и хочу сказать, ходить на парусах, ну вот регата, они же на парусах ходят, это то еще удовольствие. Даже если волна небольшая совсем, тебя тошнит прям максимально. И мы, например, 5 часов мы просто все в лежку лежали. От того, насколько неприятно, дискомфортно. Мы потом опять снимали эти паруса, это реально довольно сложно. У нас только мужчины могли этим заниматься, женщины. Ты знаешь, там попробуешь один этот покрутить, как мясорубку, ты его так крутишь. Это реально очень сложно, но это очень интересно. Путешествие, которое длилось 86 дней. Это что за путешествие? Во-первых, почему 86 дней? Потому что в зоне Шенгена ты не можешь находиться больше 90 дней по статусу визы своей. Ты можешь заехать на 90 дней, потом, будь добр, уезжай на 30 дней, а потом можешь вновь вернуться. 86 дней это было у нас путешествие. Автостоп на машине, самолет, поезд, паромы. Начинался он с Санкт-Петербурга и по разным странам. Я объехала, получается, всю Испанию вдоль побережья, жила у каучсерферов. Знаете же, кто это такие? Это когда ты останавливаешься у людей и в России, и в разных других странах, и живешь абсолютно безвозмездно, списываешься с ними и обмениваешься своей культурой. У меня дома в Иркутске жили ребята из Франции, ребята из Леона. Получается, Леон, Париж, просто путешественники из России. Я им предоставляю кровь, и мне также вот, где я была, также предоставляли кровь. Мы вместе готовили, они рассказывали истории. Самое классное, где я была, это мультинациональное сообщество студентов, ребят из Малайзии, Германии, Китая, Нидерландов. Все они жили в одном месте. Мы каждый день вместе готовили, рассказывали какие-то интересные истории с путешествий. Ну, это очень круто. Ты язык подтягиваешь и общаешься, вкусно ешь. Кореец готовил что-то свое, индонезийц, там рис варил. Я типа оливье стругал. Ну, в общем, прикольно это очень. Сколько городов ты уже посетила? Знаешь, вчера задумывалась об этом, я так понимаю, больше трехсот. Ого. А вот в какой город ты бы хотела вернуться? Какой вот тот самый город, который прям запал в душу? Пока из регионов, это в нашей стране это Камчатка. Эх, не был. Я очень люблю, я зимой бы хотела вернуться. И природный парк Ергаки, это между Кызылом и Абаканом. Потрясающее место, я такой красоты не видела нигде. У меня пока в топ лучших воспоминаний. Это наша страна и это наши достопримечательности. Там, представляете, такой камень, валун. Я не знаю, сколько тон он вешает. Он на такой маленькой, как будто на зацепе и над скалой висит. Там озеро и панорама, огромная парабола. Вот такая, знаете, как катаются серферы, сноубордисты. Невероятной красоты. И это все у нас в России. Наверное, не самый корректный вопрос, но очень интересный. Про деньги. Путешествовать самостоятельно и путешествовать через туроператора, это большая разница в деньгах? И как выгоднее? В общем, Жень, честно, если говорить, конечно, когда ты сам путешествуешь, это бюджетнее. Почему? Я сама отслеживаю авиарейсы. Я сама смотрю и выбираю отель. Например, в отеле в Эмиратах я смогла найти такой отель, куда у меня сразу входили все парки развлечений. А вход в один парк – это от 3 до 5 тысяч рублей на человека. А тут у тебя сразу проживание и парки. Тебе не нужно тратить лишние деньги. Питание ты тоже выбираешь сам, ты как бы не доплачиваешь за это. Да, у тебя нет гида и сопровождающего, ну это правда. Но поскольку где-то я уже была, я могу сама составить маршрут. А где нет, ну вот получается в регате ты плачешь капитану за то, что он тебе этот маршрут. Потому что я яхтой не умею управлять физически. В общем, я рекомендую путешествовать людям как самостоятельно, так и в составе каких-то интересных групп, потому что это реально круто. Здорово. Я бы хотел как вот финальную мысль все-таки оставить то, что Ксения посетила более 300 мест со всего земного шара. Но самые красивые места туда, куда хочется возвращаться, находятся в нашей с вами необъятной родине. Поэтому путешествуйте. Красивые места не так далеко. Мы с вами живем в одном из ярчайших мест. И открывайте для себя все новое и новое. У нас в гостях была путешественница Ксения Пилипенко. Ксения, спасибо. Спасибо большое вам. Цифра дня. Сегодня это цифра 30. Мы хотим поговорить об этом неспроста. Дело в том, что мы наткнулись на интересные статистические данные. Портал Суперджоп рассказывает о том, что идеальный отпуск должен длиться именно 30 дней. Но это по мнению наших с вами сограждан. Как вот думаешь, Александр, сколько должен быть идеальный отпуск? Честно говоря, когда увидел цифру 30, я подумал, что нет, мы забыли еще один ноль. 300 должен быть идеальный отпуск. Ты знаешь, Жень, для меня вот 30 дней вполне хватает. Я уже успеваю соскучиться по работе, да, уже так прям думаю о ней. Так что вот вполне. Когда я работал на авиазаводе, там был традиционный отпуск 40 дней. И вот 40 дней мне вполне хватало. Но если эти 40 дней выпадали на лето, тогда хотелось гораздо больше. Но я думаю, здесь вообще, в принципе, есть зависимость от того, когда ты идешь в отпуск. Потому что если ты идешь в отпуск в феврале, то там и 30 дней, ты уже, наверное, думаешь, когда этот мороз уйдет, когда пойду на работу, там теплые батареи. Поэтому завидуем тем, кто идет в отпуск летом, вы молодцы. Вот у меня, к примеру, летом самая такая, наоборот, горячая рабочая пора. Я в мероприятиях также тружусь, поэтому летом их гораздо больше, чем осенью или весной. Когда тогда ты идешь в отпуск? У меня нет отпуска. У меня вот такие короткие отпуски. Они там по 3-4 дня. Я сейчас слетал на 4 дня во Владивосток, чему тоже бесконечно рад. Очень классное место. Обязательно посетите. Если у вас есть возможность вырваться на 2-3 дня, то как раз этого вполне хватит для того, чтобы побывать в одном из российских городов. Владивосток один из таковых. И далее в нашей программе полезная информация для родителей.